Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даниил, это снова Капа Футбол, и сегодня мы снова показываем вам полезные упражнения. Сегодня мы разберем упражнение, которое подойдет, сразу скажу, не всем, не всем возрастам, не всем ребятам, потому что если вы еще пока что не умеете жонглировать хотя бы 10 раз, в принципе, наверное, лучше учиться просто пока что жонглировать. Но если вы играете уже в какой-то академии, уже заложена какая-то фундаментальная база, то мы сегодня расскажем не про обычное жонглирование, когда вы просто набиваете мяч, а расскажем сегодня про такое необычное упражнение, как мы называем его дельфин. Почему дельфин? Потому что вы так скачете вместе с мячом и набиваете в прыжке. Вообще, это упражнение пошло из Бразилии, по крайней мере, где мы его увидели. Вы можете посмотреть какие-то старые нарезки Марадонны, где он там стоит на стадионе и жонглирует. Вот он очень много набивал мяч, бытует легенда, что он вообще набивал 12 тысяч раз его рекорд набивания. И у Месси тоже там какой-то тысячный рекорд. И это говорит о том, что на самом деле жонглирование это очень важно. И все, в принципе, если посмотреть любого профессионального футболиста, я думаю, что тысячу раз большинство сможет набить. Это очень важно, то, что нужно закладывать в самом детстве. Поэтому, если у вас есть свободное время и возможность, выходите на коробку, либо приходите к нам в футбольную академию для того, чтобы давать вашему ребенку наибольшее количество касаний мяча, которые позволят вашему ребенку лучше чувствовать мяч, лучше с ним обращаться и выведет технику ребенка на другой уровень. Итак, дельфин. Лучше всего начинать с одной ноги и ставить себе задачу, выходя каждый раз на поле, бить свой рекорд. То есть, опять же говорю, что ребенок уже должен минимально уметь жонглировать на подъем. Соответственно, как только он учился жонглировать на подъемах, можно дать альтернативу, чтобы ребенок начал жонглировать на пальце. То есть, мы набиваем вот так и прыгаем. Совершаем прыжок в момент касания мяча. Очень важно здесь контролировать мячик и попадать приблизительно в одну и ту же точку, а также закладывать одинаковую силу в момент касания мяча. То, чтобы мяч у вас не подлетал слишком высоко и не улетал в сторону. Соответственно, 50 касаний в идеале делать с одной ногой. Можно с ошибками. То есть, если мячик упал, то ребенок берет мячик в руки, либо ногой подтягивает и, соответственно, жонглирует, пока не жонглирует 50 раз. Потом начинает делать то же самое с другой ногой. Как только сделал двумя ногами, сначала правую, потом левую, начинаем жонглировать на каждую ногу. Здесь очень важно поймать координацию. То есть, я вот давно не делал подобные упражнения, поэтому тоже стемп нужно было поймать. Итак, собственно, это был дельфин. Поэтому полезное очень упражнение. Оно на самом деле и физически тоже загружает. Как вы видите, да, я уже не молод. Вот старею, старею, вы все не приходите к нам в Академию. По-прежнему, уже немного лета, вы все не дойдете к нам на бесплатную тренировку. Мы хотим посмотреть, как ваш ребенок будет делать эти упражнения, справится он с ними или нет. То есть, даже ничего в этом сложном нет. Вы находитесь, скорее всего, рядом с нами. Просто посмотрите адрес. О, может, это близко. Может, можно прийти и попробовать себя в нашей Академии. Это вас абсолютно ничему не обязывает, но может быть для вас суперполезно. Пообщайтесь с родителями. Посмотрите, как у нас другие дети тренируются, которые уже тренируются несколько месяцев. Насколько хорошо они выполняют эти упражнения. Узнаете, в каких командах ребята играли или играют сейчас. Вы увидите то, что у нас, в принципе, здесь достаточно хороший профессиональный уровень. А если ваш ребенок еще нигде не играет, это замечательная возможность его привести в футбол. Если вы хотите дать своему ребенку правильное окружение и спортсмену, чтобы он желательно не шлялся по тварам, а занимался действительно спортом, какими-то полезными делами, ставил себе какие-то цели и в целом физически развивался, а может быть и поставили себе цель довести ребенка до профессиональной какой-то команды, стать профессиональным спортсменом, то, соответственно, приходите к нам. Мы считаем себя футбольным репетитором и обязательно поможем вашему ребенку реализовать свои футбольные мечты. Ждем вас. Это Капа Футбол.